Всем привет! Сегодня мы познакомимся с ноутбуком Asus X205, который может похвастаться выдающимися массогабаритными характеристиками и хорошей автономностью. Ноутбук поставляется в стандартной для устройства бренда простой коробке. Внутри находится само устройство, компактный блок питания и сопроводительная документация. Корпус ноутбука сделан из пластика. На украинском рынке продаются две версии – темно-синего и золотистого цветов. Но кроме них существуют красная и белая расцветки. Материал подобен с умом. Пластик матовый, не скользкий и отпечатки пальцев на нем не видны. Производитель отошел от классического черного цвета, его можно видеть только на матовой рамке дисплея, а остальные поверхности окрашены в цвет корпуса. Заявленный вес всего 980 грамм, а толщина корпуса – 17,5 мм. Поэтому ноутбук не займет много места в сумке или рюкзаке и не сделает их слишком тяжелыми. Разъемы расположены удобно, пускай их и не так много. Два USB 2.0 находятся на правой грани. Слева – симметричный разъем питания, слот для карт памяти microSD, microHDMI и гнездо для подключения гарнитуры или наушников. Индикаторы активности вынесены на переднюю грань, при использовании они не привлекают к себе внимания. На днище есть четыре резиновые ножки, но если откинуть экран больше, чем на 90 градусов, ноутбук будет стоять на ножках и небольших выступах крышки, поэтому может скользить по столу. Там же можно найти отверстия для двух фирменных динамиков. Как для встроенной акустики, они играют неплохо. По крайней мере, для просмотра сериала или клипа их возможностей хватит. В Asus X205 установлена полноразмерная клавиатура без подсветки. Ряд F-клавиш имеет уменьшенную высоту, но на их удобстве это не отразилось. Размеры основных клавиш стандартные, у них средний ход 1,6 мм, так что привыкать к клавиатуре не придется. Пожаловаться можно разве что на миниатюрный блок стрелок, но это уже издержки компактного корпуса. Тачпад нас приятно порадовал, его размеры не уступают крупноформатным моделям. У него хорошая чувствительность, поддерживаются привычные жесты и пользоваться им удобно. Желания подсоединить мышку нет. Модель получила обычный ТН-экран диагональю 11,6 дюйма с разрешением 1366 на 768 точек, покрытие глянцевое. Яркость дисплея изменяется от 2 до 194 кандал на метр квадратный. Минимальный уровень подсветки можно назвать слишком заниженным, а вот максимальная яркость могла бы быть выше. Углы обзора стандартно маленькие для ТН-матриц, чудес ожидать не стоит. Максимальный угол раскрытия обычный, его хватит для комфортной работы с ноутбуком за столом или на коленях. Дисплейный шарнир не слишком тугой, но открыть Asus X205 одной рукой не получится. Основа корпуса пытается угнаться за крышкой. Asus X205 поставляется с предустановленной операционной системой Windows 8.1. Кроме этого, в коробке можно найти ключ для Office 365, позволяющий год пользоваться сервисом на одном ПК и планшете. Стандартный набор программ от Asus включает утилиту для настройки цветопередачи экрана и облачное хранилище Asus Web Storage на 500 ГБ сроком на 2 года. Последнее вам наверняка пригодится, потому что встроенной памяти тут всего 32 ГБ. Ноутбук не предусматривает широкого выбора конфигурации. В основе всех моделей лежит четырехъядерный Intel Atom Z3735F со встроенной графикой Intel HD Graphics. Это актуальное энергоэффективное решение, изготовленное по техпроцессу 22 нанометра. Рассеиваемая мощность этого чипа всего 2,2 Вт, поэтому активная система охлаждения не требуется. Здесь фактически нет никакой системы охлаждения, ноутбук работает бесшумно и всегда остаётся холодным. Остальная начинка под стать процессору. 2 ГБ оперативной памяти DDR3 и EMC накопитель от SanDisk на 32 ГБ. Последние работают быстрее, чем классические жёсткие диски, но заметно медленнее SSD. Увеличить объём оперативной памяти или заменить накопитель не получится, все элементы распаяны на плате, а большая часть корпуса занята аккумулятором. Ожидать выдающейся производительности от такого ноутбука не стоит, производительности хватит, чтобы одновременно держать до 10 открытых вкладок в браузере, редактировать пару документов в Microsoft Word и общаться в мессенджерах. Для работы этого будет достаточно, но тяжёлым софтом Asus X205 нагружать бессмысленно. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 38 Вт-час. В синтетических тестах при средней яркости экрана он позволяет ноутбуку продержаться 5,5 часов при максимальной нагрузке или 13 часов в режиме чтения. Последняя цифра даже больше заявленной производителем, ведь компания обещает до 12 часов работы. Зарядное устройство можно смело оставлять дома. В простых задачах ноутбук без проблем работает цветовой день. В итоге Asus X205 явно не подойдёт требовательным пользователям из-за скромной производительности. С другой стороны, этот ноутбук стоит примерно 300 долларов. За эти деньги он предлагает компактный лёгкий корпус, прекрасную автономность, удобный тачпад и клавиатуру в паре с приемлемым экраном и бесшумной работой. У компании получился интересный вариант для тех, кто выбирает долго работающий компактный лэптоп для решения простых задач. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова